Хей! Как дела, друзья? С вами игра Офф, или что это вообще? А это у нас Unknown, если кто не понял. Наверное, по названию этого видео вы уже поняли, это шутка не удалась. Что же, это продолжение, можно сказать, истории Fast Forward. Да. И что же, мы будем играть за Захари, наверное. Возможно. А, пофиг, давайте. Всё. В этот раз. Потому что в этот раз я кое-что там сделала. В этот раз я использовала фикс шрифтов, и он реально помог. И посмотрите, это просто великолепно. Я аж плачу. У меня первый раз всё нормально читается. Я хочу просто благословить того человека, кто создал вот этот вот фикс. Там, кстати, даже имя есть. Ну, ладно. Я думаю, он хорош. Пожалуйста, выведите язык. В смысле? Ну, русский. Вы выбрали русский язык. А на каком вы сейчас только что считали? Я не понимаю, в чём смысл. Так, внимание. Возможно, некоторые сцены шокируют вас. А может и нет. Ну, вы так говорили в предыдущей игре, в принципе, ребят. Нас уже ничем не удивить. Так, Ов, созданный Элиэс Комрад Колдвуд. Важная часть игры. Без музыки она теряет краски. Данная игра полностью создана фанатами и не имеет отношения к канону Ов. Собственником названия является Mortis Ghost. Данная игра создана не для продажи. Соблюдайте права создателя игры. Спасибо. Опа, Гангдам Стар. Что за... For Mrs. Dollins... Трёта... А, ну, вот у нас опять. Ладно, в этот раз я нормально напишу своё имя. Без всяких там этих крестиков, ноликов. Так, где же буква? Буква? А, вот он. Кстати, снова прохожу сейчас это. Как же это? Квинтэссенция, глубинный, губительный яд. Блин, опять губинный, глубительный... А! Губительный яд, всё. Нет, просто будет. Винни-пик. И, знаете, я снова вообще поражаюсь. Какая-то игра атмосферная. Я включила, да? Вроде бы помню до сих пор всё. Но, когда я включаю её, она просто шедевральная. И поэтому я решила её проходить. Ну, ещё там несколько человек просила. Я не могу отказать. Понимаете? Да. Здравствуйте, губинный пик. Здравствуйте. Ну, давайте в этот раз я буду девочкой. Тут, к сожалению, нету, что мы... Это я оно или я они. Я девочка. Хорошо. Добро пожаловать обратно в Гвинни-пик. Я знаю, почему вы здесь. Вы хотите возродить мир, который вы с Баттером уничтожили, не так ли? Это может быть нелегко. Но так как вы мне нравитесь, Гвинни-пик, пожалуй, я дам вам шанс. Музыка из Офф. Одному тут довольно грустно и одиноко. Теперь у вас есть миссия, которая заключается в возрождении мира и возвращении зонам первоначального облика. Чтобы её выполнить, вы должны уничтожить все карты Зодиака. Удачи, Гвинни-пик. Опять я должна кого-то уничтожить. Вот постоянно вот так. Куда не зайду, всегда уничтожаю. Только что в Аэрстрайк играла, а там я должна здание уничтожать. Что за игры пошли? Одно уничтожение. Кого я вижу? Гвинни-пик, как любезно с вашей стороны прийти сюда. Муах, приветик. Последнее время здесь было довольно одиноко, полагаю, сейчас тут только вы и я. Помните, какое здесь управление? Для передвижения используйте соответствующие клавиши со стрелками на клавиатуре. Чтобы взаимодействовать с окружением, используйте пробел или интер. Я это знаю, чёрт возьми. Ты такой догадливый Захаре. Тут, к сожалению, сохраниться нельзя. Где хочешь. Эх, жаль. Зона ноль. Нулевая зона. Опять двадцать пять. Только теперь уже не жёлтый свет, а серый. Мяу. Мяу. Какой печальный зрелищ. Опять этот звук. Я думала, уже больше его не будет. У меня есть идея, Гвинни-пик. Давайте пожелаем, чтобы это сработало. Мяу. Получилось? О, всё получилось. Кто же ты? Что за человека видят мои старые кошачьи глаза? Пабло? Это я, Захаре. Ты что, не помнишь старого друга? Я в большом смущении, но я вынуждена дать отрезательный ответ. Дрожащий Захаре. Значит, не помнишь. Ну ладно, тогда просто знай, что я пришёл с добрыми намерениями. Рад этому обстоятельству. О, не нашли на старый друг Гвинни-пик. Да, прикиньте, это я снова. Да, это и в самом деле она. Она будет меня сопровождать. В то время, как я нахожу себя неспособным простить вас, Гвинни-пик, на то, что вы позволили Батору завершить его безумную миссию. Должен сказать, что я ценю вашу готовность исправить свои ошибки. Я мог что-то забыть, но думаю, в своё время память вернётся. Пабло, старый друг, я пришёл сюда простить твоей помощи. Гвинни-пик может не помнить, как вести бой. Ты просишь меня помощи, дорогой Захаре? Глупенький, Пабло. Ты намекаешь на то, что ты не собираешься помогать нам на нашем пути к исправлению ошибок? Нет, я великодушно помогу вам. Твоя увядшая ухмылка говорит иначе, амиго. Ты таишь обиду на Гвинни-пик? Нет, я огорчён единственным тем, как закончился мой предыдущий опыт наставника. Тем не менее, я окажу вам помощь. Не возражаете, если мы переместимся на вершину этой лестницы? В этот раз ты не пожалеешь. Что? Окей. Кстати, а в сундучках что? О, всё как в старые добрые времена. Не могу ли я просто, ну знаете, перешагнуть? Какая жалость, она поднимается до колен. Нет-нет, давайте просто будем придерживаться программы, Гвинни-пик. Ну блин, а как же круши ломай? Гвинни-пик, вы помните эти цифры? Должно быть, когда-то они имели значение. Конечно, я помню. Я помню, как только запустила игру, какой у меня был шок. Впечатляешься, Захаре. Оказывается, ты более ловок, чем я ожидал. Грася, сдружище. Ах, да, я почти забыл, почему ты так сильно напоминаешь мне героя одной сказки, который сразил жабьего короля. Конечно же, если считать, что рассказы, что мы слышали в детстве, вообще правдивы. Но должен предупредить тебя, дорогой Захаре, в других зонах, особенно после так называемого очищения, риск нападения на вас враждебно настроенных существ очень высок. Ваша миссия, скорее всего, приведет вас в эти земли ради собственной же безопасности. Желаете, чтобы вы... чтобы я научил вас искусству ведения боя? Слушай, я уже и так знаю, как... ну, я не знаю, может, там какие-то нюансы? Ладно, пофиг, фикс с тобой, давай. Давай, дерись! Это режим сражения, как видите, вы находитесь на правой стороне экрана. Ваш оппонент, однако, в этом случае ваш покорный слуга будет располагаться слева. В начале боя вы будете должны сделать выбор из трех вариантов. Вы можете провести атаку, выбрать режим авто или сбежать. Атака, очевидно, позволяет вести бой в классическом стиле. Если вы выбрали авто, компьютер за вас будет сходить сам. Господи, как я читаю. Вам остается только наблюдать. И, наконец, сбежать, как гласит название, функция труса. Я настоятельно рекомендую не использовать ее. Но... а если вот действительно лень? Я не понимаю, ну что... какой трус? Ты же ты кого трусом назвал? Но сейчас нужно атаковать. Нажмите атаку, выберите Захаря, и потом нажмите атаку, чтобы ударить меня мечом, Гвинипик. И используйте функцию авто. Компьютер не будет себя сдерживать, и я могу умереть, унося все свои секреты в могилу. Эхе-хе, я сейчас это начну от тебя. Ведь ладно, я не буду. Превосходно, мой резвый компаньон. Вы также должны учесть, что уровень Захаря и противника влияет на исход битвы. Иногда вы или ваш противник можете избежать атаки благодаря своей ловкости. Иногда ваш меч может не нанести критический удар, что, как следствие, привезет к разлетающимся повсюду брызгам крови. Но давайте продолжим. Может, вы заметили, что в первый раз, когда вы выбрали атаку, после того, как вы выбрали, в Захаре появилось новое окно в нижней правой части экрана? Так вы можете выбрать из четырех новых опций «Атака наносит один удар одному противнику». Ну блин, я как будто заново вов, что ли? Ладно. Умение позволяет использовать особые навыки, предметы дают доступ к инвентарю во время боя. И, наконец, у вас снова есть возможность сбежать, но помните, что ей может воспользоваться только Захаре. Попробуйте использовать предмет, возьмите этот счастливый билет и используйте его на Захаре. Блестяще! Ваше мастерство безупречено. Но осталась еще одна вещь, которой мы до сих пор не коснулись. Разумеется, я говорю об умениях. Простым языком — особая атака. Они могут накладывать неожиданные эффекты. Они могут лечить союзников или же наносить серьезный урон противникам. Тем не менее, учтите, что умение потребляет запас очков умений. ЦП. Поэтому советую употреблять ЦП с умом. Без умения невозможно дарить сильных врагов. Если вам придется скрестить мечи с сильным противником, не пополнив перед этим запас ЦП, победа не гарантирована. Но давайте попробуем. Выберите умение и используйте широкоугольник, который показывает характеристики врага. О! А я помню эту силу. Судья, старый загадочный код. Ага, нет слабости и устойчивости. Хе-хе-хе. Теперь вы знаете все не только обо мне, но и об искусстве боя. Кстати, широкоугольник анализирует характеристики на момент начала боя. Поэтому он может проанализировать врага, которого вы уже убили. По факту битва заканчивается, когда у одной из сторон заканчивается HP очка здоровья. Следите за здоровьем, если хотите успешно завершить свою миссию. Ну все, слава богу. Хе-хе-хе. Мат-часть закончилась. С этого момента вы будете готовы сокрушить все препятствия, которые попадутся вам на пути вашей миссии. Да уж, никогда бы не подумал, что ты, Захари, однажды ударишь мечом невинную кошку. Как бы то ни было, ваше обучение еще не закончено. Позвольте мне попросить вас следовать за мной, если вы все еще хотите, чтобы я был вашим проводником. Я с радостью... Блин. Ах да, чтобы пройти дальше, вам нужно использовать свой церебральный орган. Ну тот, что вяло купается вашими телями. Я помню, ты когда-то мне так же говорил же. Думаю, что эти блоки каким-то образом связаны с символами, изображенными на стене. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Видимо так, да? Я очень сильно задействовала свой церебральный мозг. Церебральный мозг, церебральную жидкость. Мои живописные герои. Я вам не папаша, я не буду делать ее за вас. Тем не менее, я могу предположить, что если понадобятся эти блоки, Вероятно, можно активировать более одного раза Давайте решите уже этот интригующий ребус для меня И вы быстрее, пожалуйста Я желаю как можно скорее вернуться на первый этаж Раньше вот Как-то Мне казалось, что Ну, быстрее как-то Господи, я хочу вообще говорить Раньше как-то быстрее было То есть, раньше Какие-то загадки были легкие Ну, или может это только в нулевой зоне было А то я расслабилась Ха-ха-ха, наконец-то С тех пор, как погиб мой любимый брат Только еде Под силу заполнить громадную дру в моем сердце Эй Опять эти гребаные цифры 4482870 Ладно, я это спешу У меня до сих пор не такая хорошая память Как хотелось бы Нет, ну если фаст форвард То мы быстро прошли все вот это вот Ну, точнее мы вообще это не проходили Почему это сейчас? Я не понимаю Почему? Почему? Ладно, хватит мне ныть Все, как старые добрые Как старые добрые, друзья Четыре 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 Нет, шесть Семь Два Восемь Семь Шесть Че-то я не понял Ну, раз уж мы все равно Разбиваем чертям кувалды Чертую стену Четвертую Может передадите Там привет от меня Клауду Если вы, конечно, не Клауд Не Клод Привет, Клод Что? Подождите, я что, неправильно что-то сделала? А-а-а Господи, там уже ноль было А-а-а Ладно, сейчас, друзья Все, пошли Хрум-хрум Ном-ном-ном-ном Ах, неужели это то самое Необычайно полезное устройство Что так хорошо послужило вам Гюнибик в прошлом Вы, конечно же, помните Что мог делать этот парящий красный объект, верно? Помимо полного восстановления HP и ЦП Он мог сохранять ваш прогресс И перемещать небытие К сожалению, Захаре Из-за Имевшего место несчастного случая Функция перемещения более не действует Однако Медицинские процедуры Все еще работают И с тобой осталось умение телепортироваться Не так ли? Мяу Да, у меня есть устройство для этого А, Гюнипик Вы можете воспользоваться этим устройством Зайдя в меню инвентаря И выбрав музыкальную шкатулку Вы всегда можете обратиться к своему инвентарю И проверить свой статус Нажав на клавишу Escape Раскрой крылья, мой дорогой напарник И без колебаний Колебений Поспеши в следующую зону Твой единственный враг Это твой страх Мяу Амиго У меня такое чувство Будто бы я слышал это раньше А еще кое-что Возьмите Ваше задание ведь состоит в том Чтобы уничтожить их Я прав Карту льва Кстати, Захари Почему ты носишь кошачью маску? Ты ведь не кот Мяу Когда мир был очищен Моя жизнь в качестве торговца Подошла к концу Поэтому я решил взять новое лицо Я слышал, что людям нравятся Милые зверюшки В роли главных героев Видеоигр Так почему бы и нет? Не кот Ха-ха-ха А ты чудной В самом деле чудной Я желаю вам успеха, Захари Я хорошо тебя знаю И еще знаю, что ты плохо переносишь неудачи Ты спас мне жизнь Вскоре я верну тебе долг И помни Пути вселенной неисповедимы Мой друг Дорогой Мой друг Дорогой Боже Вперед Попробуйте использовать парящий Прямо перед вами куб И наконец-то мы можем сохраниться Когда уже люди тут сохранялись Потому что знаете что? Потому что вы видите эти лица? Вы видите эти лица, да? Захари Какой-то укуреный баттер Судья И укуреный кот Понимаете? Это целых два нормальных персонажа И один Точнее и два Укуреных персонажа Это просто комбо Так Где у тебя тут шкатулка? Все, давай Господи, как в старые добрые времена Как в старые Мать его добрые Мяу Мяу Опять эти звуки Мяу Опять эти звуки Стоп, мне в рум только можно что ли зайти? Ты уверен? Ты уверен? Мяу 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 Гвинипик, вы знаете куда идти? Да, я знаю Да как свои два пальца Не пять, а два Мяу Полагаю, вы как я узнаете этот коридор Не так ли, Гвинипик? Ну, вы знаете куда идти дальше? Конечно, я знаю Что ты сомневаешься во мне? Я хоть раз тебе отдавала повод для сомнения Переключатель находится в положении OFF Переключаем Мяу Заело Я мог бы и догадаться, что это было бы слишком просто Мяу Сочувствую, Гвинипик Я знаю, что вы хотели бы все исправить Ну, попытаться все равно стоило, разве не так? К тому же мы с Пабло теперь не одни Давайте вернемся в небытие И выясним, что не нам делать дальше остаток вечности Клево, слушай А, кстати, теперь можно сохраняться где угодно Это классно Это я люблю Мяу 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 И что? Куда мне идти? Давай походим под небытию Ну, а что такого? О! Глупцы! С чего вы решили, что можете здесь находиться? Смерти своей хотите? Мяу Мы хотели только вернуть все, как было К сожалению, все пошло не так, как мы планировали Смертный вроде тебя никогда бы не смог этого сделать Даже я не смог бы этого сделать Невежественные глупцы Как вас только земля носит Прочь! Почему он такой маленький заход? Меня уж его жалко Ладно Авто Авто Возможно, вы не настолько слабы, как я думал Я вернусь, Гвинипик Мяу Какое странное создание Думаете, оно зародилось в очищенных зонах Схожим образом с существами, неизвестными как секретари? Так или иначе, мы должны продолжить наш путь в небытие Я думаю, в самой Зерум будет хорошая связь Так, ладно, это мы уже делали, Пабло Пабло Пикассо А мы все ходим по небытию О, теперь можно зайти в зону 1 Йоу Эта зона не похожа на остальные очищенные зоны, что я видел Я практически уверен, что она тоже была белой Что-то происходит, Амиго И мне это не нравится Мир просто не мог сам себя восстановить Хм, кто же восстановил мир? Кто восстановил мир? Хм, а ну признавайтесь Я так рад Блин, как тут войти? Дэмиен Зона 1 Эх, такие воспоминания, вот когда вот эти вот заставочки были Я помню, как там серии называла даже Какой чудесный поворот событий Что-то они какие-то счастливые О, это Здравствуйте, не правда ли прекрасный денек? Солнце снова взошло И в самом деле впечатляет Что впечатляет тебя? Какие-то вы впечатлительные все Это определенно что-то значительное Я снова могу работать Кто их там к работе вернул-то? Ах, я Я не думаю, что Не могли бы вы Подойти поближе Эм Может лучше не надо, парень Я чувствую, ты какой-то опасный Ах, да Что здесь происходит? Я не знаю Я не понимаю Внезапно все вернулось И все выглядит таким счастливыми Ну, счастливее, чем раньше Что здесь произошло? У нас Новый страж Он нас защищает Он очень добр Он многое нам дал Думаю, я знаю, кто это может быть Послушай, он не тот, за кого себя выдает Он враг Он пытался убить моего друга Гвинипик и меня Гвинипик? Он здесь? Да Я здесь, чтобы Защитить его Пропусти меня У меня есть небольшой разговор К твоему стражу, амигу Я не могу Позволить вам Твои пальцы мне тронеть И того, кто вернул нам наш мир Я подвел вас Синека Синека? Так кто вообще? Мяу Неа, я не могу здесь пройти Длинные воспоминания Такие Помню, как мы тут ходили Орбы собирали У меня сейчас что-то вообще сегодня Какая-то одна ностальгия Ну что, увеличимся Захарин, я думаю Ну Я знаю, конечно, что у нас будут еще какие-то парни Но Ну блин, Захарин у меня основной как бы здесь Поэтому все увеличим здесь Ему О! Опа! Это Это же неужели? Это же госбаттер Мяу А Баттер? Мяу Нет, это невозможно Твоя жизнь должна была закончиться Когда умерли зоны Это просто видение Ты не настоящий Ты мертв На Полнили Ты свою Жизнь Красотой Да, это госбаттер Тот самый матершинник Мир должен был исчезнуть Это должно было закончиться Переключатель был передвинут В положении Оф Мяу Думаю, он сошел с ума Но еще больше, чем прежде Можно быть, избиение Прочистанному мозги? Да, я думаю, хорош Его бы не помешает Мяу Баттер, послушай Это должно было закончиться Я передвинул рычаг Все должно было закончиться Мяу Думаю, я догадываюсь Почему мир остался цел Даже после передвинутого рычага Игра должна была закончиться Но вместо этого она продолжается Я нашел существо Которое зовет себя Сенека Сенека Мяу Существует вероятность того Что это Сенека Взял на себя роль стража Стража зоны Один Мы, Гвинипик и я Отразили его попытку Нападения на нас ранее Гвинипик Она вернулась Мяу Да, я вернулась Мяу Да, но она решила Присоединиться ко мне Так как тебя больше не было Среди живых Мяу Я хочу сделать зону такими Какими они были Когда-то живыми И свободными Они, конечно же Никогда не были Самым гостеприимным местом Однако Они заслуживают Этой попытки Но моя цель состоит Баттер Разве не видишь Игра окончена У тебя нет Большей цели Если ты, конечно Не прекратишь И свое нытье В шахтах И не присоединишься Ко мне Хорошо Я присоединюсь К вам Ох Как же это все Прекрасно Баттер присоединился К вашей команде Именно тот самый Любимый мой Укуренный Баттер Опа Я чувствую Тут еще один Человечек У нас Точнее кошечка Или это Котик Я не знаю О господи Летающие головы Каких-то бабок Ёжек Окей Джокер Джокер Ты могуч Ты, конечно Я работаю Я продуктивен Обезьяна Опять это О Мясо дьявола Хорошая штука Ааа Так Может нам сюда Блин Мы вернулись Окей Ладно Сохранимся Восстановим Как бы цпшки Аа Все Мы прошли Серьезно О Амбары Моя любимая часть Амбары Какие амбары В чем он вообще Подходите Подходите все Не стесняйтесь Подходите Покупайте Торговец Ха-ха Ну так как Прошлый торговец ушел Я воспользовался Случаем И подобрал Несколько товаров Ты украл Мои товары Ха-ха Сколько людей Столько мнений Значит так Можете звать меня Бандит И хватит разговоров Избавляйтесь уже От этих Надоетливых кредитов Окей Сейчас избавимся Ну что ж Купили парочку Продали Опа Так это ты Я же сказал Что я вернусь И я чувствую себя Сильнее Чем когда-либо прежде Я прихлопну Вас одним ударом А еще Вся эта мелочь Вокруг подчиняется мне Я не могу тебе позволить Продолжать в том же духе Этим людям нужен Хороший правитель Ну попробуйте Остановить меня Ну сейчас Мы тебя О господи Ха-ха-ха Все Победа Новые удары Какие-то Не могу поделись Что я был снова Побежден этим Смертным глупцом Я еще вернусь Я буду ждать Хе-хе-хе-хе Можешь не утруждаться Попытками меня запугать Если полагаешь Что это у тебя получится Ты еще более глуп Чем я думал Чем больше вы меня бьете Тем сильнее я становлюсь Если когда-нибудь У тебя возникнет желание Умереть Можешь попробовать Найти меня Винни-пик Перед тем как мы уйдем Я хочу кое-что сделать Подведите меня К верхнему Правому углу Этой комнаты Нажмите Enter Когда вы это сделаете Хорошо К верхнему правому углу Окей Хорошо Ах да Спасибо Амиго Это именно то Что мне было нужно А теперь подождите минутку Это не займет много времени Вот так Прошу прощения За небольшое отклонение От плана Я не вижу смысла В уничтожении Карт Вместо этого Я вернул силу карты В зону О Ну ладно Кажется Вы сбиты с толку Хорошо Я объясню Ну ладно Давай объясняй Знаете ли вы Что зоны Когда-то были полностью Открытыми Для перемещения Между зонами Не требовались Карты Зодиака Правило карт Было создано Стражами Которые хотели Чтобы их зоны Были как можно Более изолированы Друг от друга Каждый поместил В карту Часть энергии Своей зоны Нельзя войти в зону Без соответствующей карты Исключение И нельзя войти в зону Если у вас нет Хотя бы одной карты Так стража удерживали Своих подчиненных У каждого стража Был свой комплект Плюс запасной Пабло удалось Получить запасную карту Зоны 1 Которую затем Забрал Баттер То что я сделал Было возвращением Энергии карты в зону Именно недостаток энергии В зонах Позволил Баттеру Их так легко очистить Эта зона опять открыта Чтобы попасть сюда Больше не нужна карта Можно сказать Эта зона теперь Находится в положении Он В прямом смысле Ну все Пойдемте Нам надо найти Сенеку И остановить его Прежде чем они Попытаются Заходить в другую зону Думаю Снаружи мы можем Поймать хороший сигнал Для перемещения Непытия Пойдемте А ну то есть Сейчас я не могу Переместиться Я не могу Переместиться А Я могу Переместиться Серьезно Окей О нет Ну ладно Ну ладно Друзья Думаю на этом мы закончим Эту серию Ну чтобы как бы вторая серия Была тоже в принципе Не такая уж и маленькая Как у меня получилось Fast forward Потому что там Очень маленькая серия Получилась И я подумала Что это не очень Хорошо Надо лучше пополовине делать Ну что же Если вам понравилось Unknown А я думаю вам понравилось Потому что вы все ждали Все хотели И Просто ждали И получили С вами была морская свинья Если вам понравилось Поставьте лайк Подпишитесь на канал Всем удачи Хорошего настроения И Пока